15 июля. Февральский картофель. Так массу и не набрал ни хрена. Вниз сбрасывай сразу. Такое пекло на все посохло. Света мне написала. Я говорю, Свет, как у тебя с картошкой? Она говорит, прекрасно, нет картошки, нет проблем. Не сажали. Картошка для Тамбовской области. А вдоль стеночки вообще и тень. Видишь, ждать особых урожаев у нас не получается. Здесь в этой хренице. Да. Ой, как колется. Там уже не сажали. Здесь вот большие, какие толстые вроде. А картошка мелкая. Хочешь мелкого, но зато много. Ну что, всю грядку сейчас хочешь? Ну давай все. Ну и что тут ее держать? Давай все. Чтобы уж поливать малину, так понимать, что ты делаешь. Как временную грядку для посадки малины, чтобы не пустовала вроде земля. Чтобы не пустовала. А около стеночки там нет уже? А там уже нет. Но заморачиваться, покупать сортовую какую-то, нет. Это не наш вариант, конечно. Глянь, а тут ближе к тени и получше он как-то, да? Ну, просто земля здесь может. Вот сейчас так получше. Все, ровняли террасу. Все тут нацепное. Ну что, почти ведро. А что, два раза уже здесь выкапало лежу? Люди, конечно, сюда у куста ведро собирают. У нас просто ведро прозрачное, поэтому не получается у нас. Зато селедочку заломную купил. Вот такая вот на 700 грамм. Почему заломная называют ее? А больших размеров жирная. Каспийская селедка. Такая вкусная у нас на рынке. Вот это как раз ведро картошки на ту селедку. Сейчас картохочку сварим молоденькую с селедочкой. А какая помельче картошка, то будем через зубы процеживать. Вот и холодно салан в руку. Ну вот он урожай с этой грядки, но два раза где-то, наверное, по килограмму, не больше, да, еще собирали? Не, ну по паре килограмм. По паре килограмм. По паре килограмм. Ну вот такая лидерочка. Ну, считай, килограмм десять, наверное, отсюда. Килограмм десять сняли. Февральский картофель убран 15 июля. Ну и заканчиваем здесь рядочек. Да. Посажено на кирпичах. Не оправдывайся. Я не оправдываюсь. Я говорю высокая урожай. Слушай, а клади ее рядом, чтобы с этой не смешивать, а? Да. Куда-нибудь. А что, пропадет? Ну, посмотреть, что отсюда. Здесь все-таки более солнечное место, хоть земля хуже той, по-моему, да, здесь? Ну, тут посильнее укрыли мы этим. Здесь было много сена старого. Мы укрыли поглубже. Она меньше страдала от жары. Что-нибудь подхахми. Надо тогда выключить тебе телевизор. Почему? А то не смеяться будут оплакать. Зрители. Вон. Над нашими трудами. Ну, мы наховыряем тут. Все равно. Должен сказать, если хорошо укрыть мульти, видите, сколько тут сена старого. Вот она тогда. Сена защищает калинградцев и картошка остается живой. В принципе, сажать можно. Ну, хорошо, пророщенными глазками нужно все-таки. Что мы в прошлом году сажали элитную сюда, покупали. Ну да, эффект такой же, в общем. Точень такой же, как со своей набранной. Вот. Заодно копаю и сразу режу. Может, ты чистить будешь сразу? А, зачем чистить? Чистить не надо. Она жив. Калий в кожуре. Калий. На халяву. Вот сколько мульти. Угу. И будет картошка тут сейчас покрутить. Не зря толкнула. Интересно, что на основных грядках картофельных у нас? Да то же самое будет, я думаю. Абсолютно то же самое. Да уже там тоже, видишь, она посохла. Ну да. Ну, до 1 августа дотянем, я думаю. Ну, по крайней мере. Эту съедим и будем копать уже там. Экологически чистая. Ну да. Что, сажать вообще не будем картошку? Или будем? На еду вот так и сажать. Будем, но просто не обольщаться. Да. Ну, я считаю, это хороший урожай. Из того, что мы тут можем в нашем пекле и, в общем-то, насыпном грунте после стройки. Конечно, надо было бы плодородную землю по-хорошему привезти. Люди так и делают. Ну, мы что, промышленным производством занимаемся? Мы убиваем время на пенсии. Огород называется «Пожиратель времени пенсионера». Чтоб он не тронулся умом. А ковыряет, ковыряет, поливает, поливает. И в пределе вроде. И внуки не занимают сильно. Видим, что детство в пределе. Хочешь мелкое, но зато много. Да если бы еще было сито, мы больше набрали. На следующий год заготовлю сито строительное. И будем грунт пересевать. Радость пенсионера. Картоха. Одна радость. Селедки на базаре наловил. Астраханской. Заломной. Жирной. Классной. Места не скажу. В одной единственной в Волгограде, где его продают. Единственный рынок. Почему ты думаешь, что только там? Нигде больше не встречал. Да? Именно. Она не в ведрах, а она лежит как вяленая. Это с Астрахани везут нам, да? Сказали Каспийское. С моря прям. Она сюда, когда-то раньше заходила на нерест. И шла такая крупная. Один раз помню, сейчас Олег вялен. Ой, какая селедка была. Обалденная. Сюда она, почему сейчас одна мелкота приходит. Не подумайте, что у нас тут земля, грязь, рассыпуха. Вот вчера сливал бассейн, некуда было воду девать. Залил и эту. Но зато какого копать сегодня удобно. Обычно люди даже не копают такую урожай. Почему? Ну в Тамбове наверняка, да. Вон там ты ее закопал. Вот тут? Да. Вот там. О! Прости. Ну че? Прости. Не доглядел. Не доглядел. Ну-ка тут крайне такой мощный куст. Я же тебе говорил, очки давай возьмут. А без очков не роган день не догляжу. Не догляжу. Один с тебе лег. Ну и все, слава богу, дорожка. Еще не дошли. Как не дошли? Тут еще? Ты не знала? Тут еще, подожди. Ну воды ушло больше, конечно. По деньгам. Ну ты засыпешь картошку же сейчас. Да? Ой, весь урожай. Ты по одним взглядом засыпал. Хорошо, в чем мульча тут. На следующий год она еще пойдет. Видишь, что под мульчей я сама собирала картошку, а эту тебе копать приходится. Да. Так что преимущество посадки в мульчи для мужчины есть. Да, да. Оператор тоже, а так? Картошка, конечно, другая. Так. А снимаем, чтобы знали, что это мы не на рынке купили и вам показывали. А факты, факты. У кого они на лице, у кого на горбу. Конечно, кто живет в картофельном крае, тем смешно смотреть на наш урожай. Понимаем, что... Ну, посмейтесь. Немножко. Не только она весела бы. А что, то гуляла тут земля, а то хоть ведро картошки собрали. То гулял бы я на этой земле, а то играюсь. Ну, так ровненькая картошечка. Одна к одной. Одна к одной. И что я сказал про эти кусты? Так мы и не заметили. Ну, вот здесь добавили. Получилось полное ведерко 15-литровое. Или 20-литровое. Или 20-литровое. 15-литровое. Я думаю. 15-литровое. Тут вообще сажали самую вяленькую, самую маленькую. Еще здесь. Есть. Вот тут рядом еще кустик. Да, мы их 6 кустиков тут сажали. Вернее, 6 картошечек. Я же это могу и не выкладывать. Лена, очистки картофельные проросли такие хорошие кусты. Но я думаю, не знаю, все равно крупная сочистка не получится. Да? Почему? Несмотря какая земля. Какая земля, да. Все растопились бы был. Тоже сюда? Захочешь с ней возиться? Сашке дать отварить целиком, чтоб не подавился. будет удобно ему кушать. Живать не надо. Учитывая то, что тут вообще была мелочь, нормально. Экскременты. Ну и все. Ну и все. Пойдем. Ну вот по отношению к руке вот такой картофель у нас получился, посаженный в феврале. Собираем 15 июля. Собираем 15 июля. Продолжение следует. Комп方案 работы. Теперьuman По weeks июля. Собираем 20 июля. Продолжение следует...